В эфире международные новости в студии Инесса Буланкова. Здравствуйте! В ближайшие пару минут итоговые события этой пятницы. Главным темам. Финляндия заговорит с Россией на одном языке. Противоположные президенты. Франции нужен второй Путин, Обама не оправдал премию мира. В Сибири открылся лагерь для маленьких победителей. Финляндия заговорит с Россией на одном языке. Причем это обойдется финнам в 10 миллионов евро. Страна готова потратить круглую сумму на изучение языка соседей. По всей стране объявлен прием заявок на получение соответствующих грантов. Этим занимается специально созданный фонд. Средства пойдут на разработку материалов и программ не только для школ, но и детских садов, а также на обучение в России. Местные СМИ отмечают, что это уже вызвало большой интерес. Организаторы признаются, русский в Финляндии всегда был востребован. Для финнов важно сохранить представление об исторических связях с соседями и знать и понимать их язык. Особенно острая эта необходимость чувствуется в таких сферах, как туризм и торговля. Полный список тех, кто получит гранты, объявят уже в декабре. Франции нужен такой лидер, как Путин. Своё мнение открыто высказал депутат Национального собрания Франции Клод Гуазген. Стране нужен не просто политический деятель, но лидер, на которого будут ориентироваться все остальные, убежден депутат. Именно таким лидером он считает Владимира Путина, сравнивая российского президента с Шарлем де Голлем. Вот кого точно не приводят в пример, так это американского лидера. В СМИ появилась новость о том, что старейшина Нобелевского комитета жалеет о премии мира, присужденной президенту Бараку Обаме. Бывший секретарь Нобелевского комитета Гейр Лундестад заявил, что президент США не оправдал тех надежд, что на него возлагались. В своей книге мемуаров Лундестад отмечает, что эта премия планировалась как стимул для будущих свершений в деле мира во всем мире. И, к слову, принятое тогда Нобелевским комитетом решение, как отмечает он, вызвало не только волну критики со стороны тех, кто считал, что Обама еще ничего не успел сделать для получения столь высокой награды, но и удивило даже самого президента. Он не собирался ехать в Осло на церемонию награждения. Ранее такое происходило лишь в редких случаях, чаще всего, если премия присуждалась какому-нибудь диссиденту, которого не выпускали власти собственной страны. Напомню, президент США Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2009 году. Норвежский Нобелевский комитет в Осло сообщил тогда, что премия вручена за его усилия по созданию мира без ядерного оружия и сотрудничества между людьми. В Гарварде вручили Нобелевскую премию. В 25-й раз отметили изобретения, которые сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься. Награды за абсурдные научные достижения получили лауреаты в 10 номинациях. Сразу две премии в области физиологии и энтомологии достались американцу Майклу Смиту, который выяснил, какая из частей тела человека самая чувствительная к укусу пчел. Подопытным в экспериментах, которые длились несколько месяцев, выступил он сам. В области химии наградили исследователей, которые научились превращать вареные куриные яйца обратно в сырые. Шнобель за достижения в диагностике вручили британцам, которые доказали, «Переезд через лежачего полицейского хуже всего переносит пациенты с обострением аппендицита». Премия по литературе досталась лингвистам, установившим, что вопросительное междометие «А» существует во всех языках. Ну а вот приз в области медицины получила группа ученых, которая выяснила, какие биологические последствия в организме вызывают поцелуй. Оказалось, это занятие снижает риск аллергии и помогает избавиться от волдырей. Кроме горшка со странным растением, всем лауреатам вручили денежное вознаграждение – купюру редкого достоинства. Ни один конкурс не может похвастаться таким гигантским призовым фондом – 10 триллионов долларов. Два израильских вуза получили престижный знак качества от агентства «Рейтер». 15 сентября были опубликованы результаты масштабного исследования, предпринятого с целью выявить 100 самых инновационных вузов на планете. В первой сотне оказались и два израильских университета – Технеон и Тель-Авивский университет, получившие практически одинаковое число баллов. Прежде всего, в агентстве «Рейтер» попытались определиться с тем, что же представляет из себя пресловутая инновационность, о которой столько говорят и по каким критериям ее можно измерить для сравнительного анализа вузов. Согласно определению агентства, инновационность – это создание технологий, идей и знаний, которые двигают вперед мировую экономику, иначе говоря, приносят реальную пользу и коммерческую выгоду. Далее по числу научных публикаций, показателей их цитируемости, а также числу заявок на патенты и процент принятых заявок от общего числа выявили лучшие из лучших университетов. Наиболее инновационным признан расположенный в Силиконовой долине Стэнфордский университет. За ним с незначительным отрывом идет Массачусетский технологический институт. В первую десятку удалось пробиться лишь одному вузу за пределами США – это Корейскому ведущему научно-техническому институту. В Сибири волонтеры организовали лагерь для малышей, которые победили тяжелое заболевание – рак. В этом уникальном месте дети снова учатся радоваться жизни и обретают новый мир без таблеток и палат. За каждым ребенком присматривает свой волонтер и за 8 дней в лагере успевают провести целый психологический курс в игровой форме. В лагере для детей-победителей все построено на любви и добром отношении друг к другу. Сами того не осознавая, бывшие пациенты онкологических отделений учатся бороться со страхами и трудностями. Вчера к нам приезжали собаки, и многие дети, ну то есть это были огромные собаки-маламуты. В конце концов, все-таки вот с помощью поддержки родителей и волонтеров, каждый ребенок решился так или иначе к собаке подойти, потрогать ее, погладить. Одно из главных правил в лагере – о диагнозе при детях ни слова. Перед тем, как открыть необычную смену, взрослых специально обучали. После жизни в больничных палатах реабилитацию в лагере вместе с детьми проходят и их мамы. И мечтать о будущем учатся также вместе. Искусство, объединившее города. Международный проект Arts for the City представил в Петербурге свою идею интеллектуального и городского развития. Познакомиться поближе с участниками проекта удалось нашей съемочной группе. Что из этого получилось, вы узнаете из следующего сюжета. Искусство покоряет не только сердца людей, но и целые города. Arts for the City – так называется международный проект, на котором побывала съемочная группа телеканала ТВН. Этот проект включает в себя серию мероприятий, направленных на демонстрацию того, как искусство влияет на интеллектуальное и городское развитие. Проект Arts for the City активно поддерживается Итальянским институтом культуры в Петербурге, который принимает непосредственное участие в организации и его проведении. В этом году здесь, в Санкт-Петербурге, впервые участвуют итальянские художницы Элена Матци и Микело Лупиери, которые представляют коллектив «Трайл Вершин». Участники коллектива рассказали о целях и основной идее своих арт-проектов, а также поделились мыслями о том, как можно преобразить мир вокруг себя. «Видеть мир вокруг» – таков девиз коллектива. И действительно, цель проекта – украсить и преобразить городское пространство при непосредственном участии жителей с помощью искусства. Проект уже много лет проходит в Германии, Финляндии и Италии. Его участниками неизменно остаются и европейские креативные объединения, которые занимаются развитием городов посредством искусства. Фестиваль «Артс фо Де Сири» продлится в Санкт-Петербурге до 21 сентября. Таким был этот день глазами моих коллег. Все материалы уже доступны вам на видеопортале YouTube. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всего происходящего. Всем хорошей пятницы и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok